В этот раз так точно не будет. Всем привет, вы на канале Control Tech, меня зовут Артём. И как вы заметили, у меня новая бутылка. Теперь всё моё тело уютно окутано в синтетическую кожу DX Racer Master Max. О нём сегодня и поговорим. Поехали! На e-каталоге данное кресло можно найти от 12 800 гривен, 35 000 рублей или 475 долларов. Ценник не маленький, но думаю к концу ролика вы поймёте за что просят такие деньги. В описании товара есть блок рекомендаций. Можем посмотреть какие ещё варианты на рынке предлагаются за данную цену. Выберем парочку и сравним. По допустимому весу наше кресло на среднем уровне. Ширина в плечах самая большая. Сидение с самой большой поддержкой ног, а регулировки на высшем уровне. Приехало кресло как обычно в большой коробке. Сверху лежит спинка с подголовником. Далее накладки на крестовину, сама крестовина, коробки с газлифтом, колёсиками, ручками и мультиблоком. И сидушка. Помимо инструкции также есть шестигранник с удобной ручкой и болты. Я практически без сторонней помощи управился со сборкой за 20 с лишним минут без каких-либо вопросов. В инструкции всё понятно и просто. Впервые это кресло воочию я увидел в магазине Zona 51 в Киеве. И первое, что бросается в глаза, оно действительно большое. По дизайну это практически идентичная копия кресел из серии Iron. Оно выделяется среди остальных представителей своей строгостью. Это чуть ли не офисный вариант и я не могу сказать, что это плохо. Мастер Макс выглядит самобытно и не впадает при этом в крайности. Геймерский дизайн часто густо не имеет ничего общего с практичностью и лишь выглядит более интерактивно. А каждое новое кресло практически ничем не отличается от остальных. А вот в слепом тесте своими мягкими точками во всё той же Zona 51 мы с Сергеем и нашим другом Ильясом Энпигом определили, что именно самое удобное и самое мягкое кресло это Мастер Макс. И даже некоторые конкуренты стоимостью на 3-4 тысячи дороже оказались не такими удобными и были очень твёрдыми. И говоря о схожести, в данном кресле силуэт тоже всеми знаком. Это ковш наподобие спортивных кресел в автомобилях. Только там они жёсткие, а здесь наоборот абсолютный комфорт. Каркас и основание у кресла из толстого алюминия, окрашенного в чёрный цвет. На пятиконечную крестовину надеваются пластиковые накладки. Мы по спешке закрепили их сверху, но вообще надо снизу. Тогда всё будет гладенько, но вроде и так выглядит неплохо. Колёсики выполнены из полиуретана, их размер 75 мм. Подлокотники тоже сделаны из упругого полиуретана. Они широкие и имеют слегка вогнутую форму. Спинка, сидушка и подголовник обшиты микрофибровой кожей. Если верить разъяснениям в интернете, в основе такой кожи лежит полиуретан. Ну по сути ничего нового. Материал мягкий, приятный на ощупь и по структуре ничем от настоящей кожи не отличается. А вот специфического запаха нет. Причём такая кожа их и не впитывает. Также она прочная, эластичная, тяжело рвётся, но легко прошивается и устойчива к истиранию. Также у неё хорошая водоотталкивающие свойства. Знать мы конечно наверняка не можем, облезть на оно или нет. Ответить получится только со временем, но пока что никаких претензий. Ну и конечно зацените этот офигенный зелёный цвет. Это была прям любовь с первого взгляда. Ещё есть варианты в чёрном, коричневом, тёмно-фиолетовом, красном и белом цветах. Отдельного внимания заслуживают и швы. Всё очень качественно, ровно, внушает доверие и радует глаз. Вот точно. Сначала кресло радует глаз своим видом, а потом радует жопу своим удобством. Чтобы не засорять эфир, характеристики выведем текстом. Итак, я уже не раз сказал, что кресло действительно удобное. Почему же так? DXRacer действительно удалось создать кресло, в котором можно часами сидеть без боли в шее, пояснице, да и вообще без боли. Первое, что играет роль, это мягкость. Но при этом ты не садишься как будто в лепёшку. Пена очень плотная, но на ней комфортно. Второе, это поддержка поясницы. За спинкой, которую можно отстегнуть и заглянуть внутрь, спрятан довольно нехитрый механизм, которым можно регулировать жёсткость этой самой поддержки. По методичке от DXRacer сделан он из нейлона и стекловолокна. Наполнитель спинки также очень плотная пена, которая принимает форму при подкручивании механизма. Когда какое-то время сидишь в этом кресле с выставленной поясничной поддержкой, а потом пересаживаешься в обычное, то разница сразу заметна. Ты как будто скукоживаешься и скручиваешься сам в себя, потому что поясница сразу проваливается. Но не стоит забывать, что кресло не лечит и не вставляет позвонки. Поэтому, если у вас есть проблемы со спиной, то они наверняка проявятся, даже в этом кресле. Ну, возможно, немного меньше. Также у Сержа дома стоит эргономичное кресло в сетку от GT-C, примерно в ту же стоимость. Там тоже есть поддержка поясницы, но работает немного иначе, потому что регулируется только по высоте и в конечном итоге через часок ты всё равно чувствуешь давление в конкретном месте. В Master Max же за счёт пены переход планный и такого дискомфорта нет. А вот регулировать данную поддержку не очень удобно. С правой стороны находится вентиль и чтобы его подкрутить, приходится изгибаться. Интуитивно ищешь его ниже, но понятное дело, что конструкция такая. Подушка хоть и с пеной помягче, но чтобы её смягчить, придётся сильно постараться. Её можно регулировать по высоте или вовсе снять. Когда сидишь, ты её просто чувствуешь. Дополнительного комфорта от неё нет. То ли дело лёжа. Переводишь кресло в режим качания, регулируешь, чтобы оно было помягче, откидываешь спинку и всё. Пока на расслабоне, на чиле можно там пивку х**ить, качаться. Чисто так, физух, вы поняли. С глубиной посадки тоже всё отлично. Сидушка по размерам как раз хорошо поддерживает ноги, сбоку при этом не давит. Подлокотники регулируются практически как угодно. Вперёд, назад, углы, по ширине и высоте. Но вот полиуретан сюда можно было сделать мягче. Хотя это не критично, потому что зачастую руки находятся на столе. Ещё немного смущает то, что они дребезжат сильно. Но, коли хочешь кучу регулировочек, придётся потерпеть. Колёсики ездят тихо, и они не будут портить ваш пол. Так что дополнительный коврик покупать не придётся. В этом кресле всё настолько хорошо, что, казалось бы, куда уже лучше. Но таки есть куда. Это модульное кресло, и за определённую цену к нему можно накупить поддержку для ног. Чтобы в нём прям можно было реально лежать. Подушку с пеной с эффектом памяти и блютуз. Непонятно только это, колонки или массажёр. Сменную сидушку из сетки для жарких периодов года. Подстаканник. А также кронштейн, который включает в себя подставку под телефон и под ноутбук. Короче, чилить не перечилить в таком троне. Но, к сожалению, данных модулей в наличии нигде нет. Но официальный дистрибьютор поделился с нами информацией, что приложит все усилия, чтобы данные приблуды были и на рынке Украины. Поэтому ждём. Мой рост 192 сантиметра. И в этом кресле мне отлично. Все параметры как будто были сделаны под меня. Сержу тоже удобно, ну а для Кости, как всегда, всё маленькое. Пока что это лучшее кресло, на котором мне доводилось сидеть. И я могу рекомендовать его к покупке. Но лучше сходить самому в магазин и протестировать все бутылочки, так сказать, самому. Потому что каждая жопа разная и на каждую жопу нужна своя жёсткость. Вот такой обзор получился у нас. Большое спасибо, что досмотрел это видео до конца. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки и делиться видео в социальных сетях. А с вами, как всегда, был Артём. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»